Женщины серебряного века смотрелись, как такие красивые экзотические бабочки и птички. Ахматова могла появиться и видя совершенно за трапезным, и приехать нарядное в каком-нибудь черном шелковом платье, в ослепительных шелковых челках. Какой бы наряд Марина Цветаева не надевала, она казалась в нем действительно женщиной из другого века. На ней черный бархатный жакет и короткие штаны, которые доходят до колен в сочетании с чувочками. Иногда Блок, как известно, повязывал большой бант. Феерическое зрелище представлял собой молодой красивый смуглый Майковский. Например, поэт Михаил Кузьмин активно пользовался декоративной косметикой и подводкой для глаз, и даже украшал лицом мушками. Сергей Есенин, когда он будет мужем, а Сидор и Дункан, то будет появляться на публике даже в одной из роскошных меховых шуб своей супруги. И даже слегка припудриваться. В человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда. И, в общем-то, это можно сказать о поэтах Серебряного века. Если говорить о моде Серебряного века, то лучше всего, наверное, начать со строк Ахматовой. А по набережной Легендарной приближался некалендарный настоящий XX век. На самом деле, конечно, Анна Андреевна имела в виду не моду, но моды, между прочим, это тоже касается. Потому что вплоть до Первой мировой войны, которую тогда еще ведь не называли Первой, а говорили потом о Великой войне, так вот, до этой войны мода следовала скорее традициям предыдущего века, XIX. И женский костюм, например, был достаточно сложным, изысканным. Дамы носили корсеты, туго шнуровались, подчеркивали тонкие талии, носили пышные платья с огромным количеством отделки, огромные шляпы, украшенные перьями, цветами, вуалями и так далее. Ну, а мужчины тоже одевались ведь достаточно строго. И, по сути, мужской костюм начала XX века, вот того самого времени, это прямой предок нынешних мужских деловых костюмов. Соответственно, мужчины носили жилеты, брюки, пиджаки, лисуртуки. А вот фраки, правда, в начале XX века переходят уже в разряд исключительно вечерней моды в сочетании с цилиндрами. А что касается женщин, то они по-прежнему, как и в XIX веке, обязательно закрывают грудь, плечи и руки днем и открывают их вечером. И женские наряды той поры, дневные, пожалуй, даже не менее сложны, чем вечерние, хотя и в другом духе. Словом, женщины серебряного века, они на фоне мужчин, облаченных в одежду черную, смотрелись, как такие красивые экзотические бабочки и птички. Пройдет совсем немного времени и наступит настоящий XX век, но наступит он уже в 1920-х годах. А пока еще царит вот то самое странное переходное время, как будто зависшее между двумя столетиями, между настоящим железным XX веком и золотым XIX, то самое время, о котором мы говорим, как о Серебряном веке. Но и даже в этих жестких рамках многие могли проявить себя, и особенно это касается артистической среды. Тем более, что, например, и у женщин иконами стиля в ту эпоху будут уже не королевы, принцессы и княгини, как раньше, а артистки, артистки театра, зарождающегося кинематографа, дамы полусвета и музы поэтов. И вот женщины из этой просвойки могли позволить себе одеваться гораздо более ярко и необычно, чем женщины обычные. И то же самое касается, в общем-то, и мужчин. Да, как я уже сказала, мужской костюм мог быть достаточно строгим. Но Владимир Егорович Маковский одевался очень изысканно, а его племянник Сергей Константинович, как писал о нем поэт Владимир Пяст, из всех встречных на моем жизненных пути снобов, несомненно, Маковский был наиболее снобичен. И он вспоминал, как Маковский, основатель журнала «Павон», одевался в особенно белые и накрахмаленные рубашки, в роскошные жилеты, в акерованные ботинки, в особенно выглаженные складки брюк. И говорили, что в Париже он всегда специально протравлял себе пробор специальным составом, а усы пропитывал каким-то таким средством, что они всегда стремились вверх. И многие поэты, которые оказывались в его орбите, например, Георгий Иванов и Георгий Адамович, набирались его манеры одеваться и одевались, как тогда говорили, а-ля папа-маг. И вот такими изысканными Дэнди, которые позволяли себе больше, чем, скажем так, обычные мужчины, были на самом деле тогда многие. От изнообразия мужского костюма, бывало, страдали сами мужчины. Например, поэт Саша Черный как-то написал «Все в штанах скроенных одинаково, приуса, пальто и котелках. Я похож на улице на всякого и совсем теряюсь на углах». И именно поэтому, чтобы не теряться на углах, многие мужчины добавляли в свой костюм что-нибудь интересное. И если посмотреть на интереснейших мужчин той эпохи, начиная от Багста, заканчивая Дягилевым или Блоком, это действительно настоящие Дэнди, которые могли придавать своему костюму не менее внимания, чем делали это в начале XIX века. Например, поэт Михаил Кузьмин, по слухам, имел в своем гардеробе и имел число жилетов по числу дней в году. А кроме того, он активно пользовался декоративной косметикой и подводкой для глаз, и даже украшал лицом мушками. Вячеслав Иванов посвятил ему такие строчки. «Врумяна ли мушки и дендизм? В поддевку ли нашего покроя, певец и сверстник антиноя, ты рядишь свой анахронизм?» И Дэнди, и аристократы, и Дэнди-богемы подавали примеры остальным. И, например, как писал художник и критик Александр Бенуа, тогда даже стало слишком как-то невыносимо от везде распространенного изящества. Этого изящества было настолько много, что оно порой даже казалось пошлым. Художник Юрий Анинков, один из блестящих портретистов той поры, так писал о своем друге, поэте Георгии Иванове, что он чрезвычайно элегантен и будет даже слишком элегантен по трудным временам. Он имеет уже в виду времена революции и гражданской войны. Но и даже в ту эпоху у Георгия Иванова всегда была белоснежная рубашка, темно-синий идеально выгруженный костюм. И рассказывали, что одна маленькая девочка, глядя на рубашку, Иванова сказала, посмотрев на платьице свое, «Оно грязно-белое, а мне вот хотелось чисто белое». Таким же Дэнди был и Блок. Поэт Вильгельм Зоргенфрей стал его близким другом, упоминал, насколько всегда изысканно он одевался, каким был всегда белоснежным его воротник и манжеты. Иногда Блок, как известно, носил блузу, сделанную из сукна, этакий невинный эстетизм, и повязывал большой бант. Именно таким он изображен на своем известном фотографическом свинке. Именно таким его видел свой друг, но опять-таки друг писал, что фактически Блок в таком наряде никогда не появлялся вне дома. На улице, в театре он был одет так же, как и все. Пиджачный костюм, сюртук и вот только иногда пышный черный бант, то есть своеобразно завязанный галстук Блока, заявлял о его принадлежности к художественному миру. А затем со временем Блок перестал даже дома носить вот эту художественную блузу художника и одевался уже в соответствии с модой той эпохи, но только очень-очень изысканно. Можно сказать, что Блоку даже не нужна была эта артистическая небрежность в одежде, чтобы выразить свое изящество. Уже подбор всевозможных мелочей и деталей в его костюме говорили о том, что человек он был необычный. Он всегда одевался очень хорошо, его и шляпа, и перчатки, и рубашки всегда были от хороших портных. Словом, настоящее воплощение Дэнди той эпохи. Блок всегда был безукоризно элегантен. Об этом говорили все предметы его гардероба, начиная от сорочки, заканчивая ботинками, перчатками или шляпой. Можно даже сказать, что его аккуратность и его изысканность отличали его от других собратьев по цеху. И даже уже в свои тяжелые времена, уже незадолго до своей смерти, когда он был вынужден, как и многие, одеваться гораздо проще, все равно эти вещи смотрелись на нем абсолютно не так, как на всех остальных. Даже какой-нибудь простой свитер или сорочка все равно выглядели изысканными. Все на Блоке всегда выглядело изысканным, вплоть до самого его конца, который наступил слишком рано. Как говорили друзья, возможно, Блок просто не мог иначе. Говорить о моде, не говорить о Маяковском, тоже невозможно. Это имя чаще всего у нас ассоциируется, если мы говорим о костюме, с желтой блузой. Ну, возможно, в какой-то мере для него эта желтая блуза была своеобразным воспоминанием о родной Грузии, где он жил в детстве. И в его комнате, сегодня это на улице Красная Пресня, даже стены были оклеены желтыми обоями. В семье денег всегда было очень мало, но разве когда ты юн, тебе не хочется, чтобы тебя заметили? И разве юность и бедность могут остановить? И впоследствии Маяковский писал, что костюмов у меня не было никогда, были две блузы гнуснейшего вида и испытанный способ украшаться галстуком. Нет денег, взял у сестры кусок желтой ленты, обвязался, фурор. А еще по его просьбе сестра Ольга сшила ему кашне из желтых и черных лоскутков атласных. И с одной стороны, это был, несомненно, способ хоть как-то украсить свой достаточно скромный костюм, а с другой, вот этой вот широкой лентой, повязанной бантом, можно было прямо об этом, скажем, скрыть потертости на скромной блузе. И вот представьте себе, вам предстоит публичное выступление, а денег как не было, как и нет. А вам на публику, который соберется в Политехническом музее, нужно произвести впечатление. И вам тогда всего лишь 20 лет. Так вот, друг поэт Маяковского, переводчик Бенедикт Лившиц тогда писал, что, решив, что его скромный наряд примелькался, Маяковский тащит Лившица по мануфактурам и магазинам, в которых приказчики вываливали на прилавок все то, что яркое у них было, все, что лежало на полках. И Маяковского тогда ничего не удовлетворяло. И вот были долгие-долгие поиски, и, наконец, он набрел на черно-желтую полосатую ткань совершенно неизвестного назначения. И на ней он останавливает свой выбор. Это тонкая ткань, полосатая, недорогая бумазея. В общем, нечасто такая простая материя становится такой знаменитой. Старшая сестра Маяковского потом передавала рассказ матери, что, мол, утром Володя приносит эту бумазею. Я очень удивилась такому цвету. Повторюсь, это желтый-черный цвет. И мать спрашивает, для чего она. И он просит шить ему блузу, а она отказывается. И Володя начинает настаивать и говорить, мама, я все равно сошью эту блузу. Она мне нужна для сегодняшнего выступления. И если вы не сошьете, я отдам портному. Но у меня нет денег. И я должен буду искать и деньги, и портного. И я ведь не могу прийти в своей черной блузе. Меня швейцары не пропустят. А вот этой кофтой я заинтересую их, они будут опешены и пропустят меня. Не обязательно нужно выступить сегодня. Ну и, конечно, Александра Алексеевна не устояла и выполнила просьбу сына. И не привлечь внимание публике такой наряд, а я повторю, это ведь в ту пору, когда мужской костюм строгий, просто было невозможно. Так что знаменитая вот эта самая желтая кофта Маяковского стала очень быстро популярной. И он появлялся в ней буквально везде. И в газете «Утро» в 2013 году писали, что вот привлекает внимание и знаменитая желтая кофта Маяковского. И эта желтая кофта оказывается обыкновенной блузой без пояса. Она очень походила на парижские рабочие блузы с отважным воротником и галстуком. Но дело в том, что Маяковский высокий, красивый, смуглый. И вот на этом юноше эта кофта, как вспоминал один из современников, производила очень приятное впечатление. В гардеробе поэта на самом деле эта желтая кофта была не так уже долго. В конце 1914 Маяковскому нужно было ехать в Петроград. А денег, конечно же, как обычно, не было. Так что он вызвал старьевщика и в числе прочих проданных тому вещей была и вот эта знаменитая желтая кофта. И денег Маяковский тогда получил так мало, что на билет ему все равно не хватало. И от знаменитой кофты останется только лоскут. Вот лоскут той самой бумазеи, которая ныне хранится в музее Маяковского. Ну а сама кофта на самом деле не так уж важна, что она не сохранилась как предмет, поскольку она вошла в легенду. Как писал Маяковский, «По имя облака в штанах» «Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана». А Бенедикт Левшиц вспоминал, что вот именно таким он увидит Маяковского осенью 2013 года. Горохово высквал пальто, очевидно, купленное накануне, и сверкающий цилиндр. И все это изменяет его привычный облик. И особенно странное впечатление на него производит как раз сочетание с вот этим щегольским нарядом голая шея и, как описывает это поэт-друг, ярко-оранжевая буза, смахивавшая на кофту. Действительно, представьте себе, в ту пору, когда цилиндр является частью вечернего наряда, и тут желтая или оранжевая буза, и шея совершенно не закрытая галстуком. Неудивительно, что внимание Маяковский на себя обращал. Зимой 2013-2014 годов трое друзей, Владимир Маяковский, Давид Бурлюк и Василий Каменский, вот трое поэтов, отправились в футуристическое турне по России. И вот в феврале в Казани они заглянули в лучшее фотоателье города, и Маяковский, тогда еще совсем молодой, 20-летний, эпатирующий публику, вот он внезапно решает сфотографироваться, не в своей, той же желтой кофсе, а в чем-то другом. Возможно, именно в этот момент он понимает, насколько эффектно может выглядеть в элегантном костюме. И на фотографии, сохранившейся, то есть он предстает в строгом пальто, белоснежной рубашке, перчатках и в цилиндре. И замечу, что одной только желтой кофтой яркие цвета в его гардеробе не ограничивались. Ну, представьте себе смокинг той эпохи, то есть двубортный пиджак из черного тонкого сукна с воротником и с лацканами, сделанными из шелка. Из шелка, ну, для того, чтобы при курении пепел с них осыпался, соскальзывал по гладкой ткани. Поэтому в сущности он и называется смокинг, от английского слова, означающего курение. И смокинг появился еще в начале 1890-х годов, ну, и поначалу его носила в основном молодежь. А вот в то время, о котором мы говорим, его уже начали назевать ей на званые домашние ужины и выходить в нем свет. Но главное в смокинге – это то, что он черный. Но Маяковский не собирался походить на всякого. И пианистка Ида Хвас, она потом вспоминала, в каком виде однажды он пришел в гости после возвращения из турне, и она рассказывает, как она приходит домой, а взволнованная горничная, буквально захлебываясь, рассказывает, мол, что было. Приходил Владимир Владимирович в новом пальто, в блестящей высокой шляпе, и, как выражается, горничная, в красном пиджаке. Горничная просто не знала отличия между простым пиджаком и, соответственно, смокингом. И сказал, что, мол, вечером придет. И Ида говорит, что она не поверила, что действительно тот приходил в таком виде. Но вот вещественное доказательство, визитная карточка, причем тоже очень изысканная, с желтыми буквами. Было пристрастие у Маяковского к желтому цвету, и это заставляет ее поверить. И действительно потом наблюдает Маяковского в пальто с черным бархатным воротником, и на нем розовый муаровый смокинг с атласными отворотами и жилет из плотного красного атласа еще и с темно-красными бархатными цветами. И ко всему это цилиндр, лайковые перчатки и еще и трость с дорогим наболтажником. В общем, всевозможные предметы роскоши. К тому же и портсигар у него, и бумажник и так далее. И вот можно представить себе, какое феерическое зрелище представлял собой молодой, красивый, смуглый, вот в этом сочетании, ярко-розового и темно-красного. Причем, повторюсь, материалы не характерные для мужского костюма. Не сукно, а муар, то есть шелк переливами и бархат. Впечатление это должно было производить совершенно ошеломляюще. И безумно жаль, что старые сохранившиеся фотографии, они черно-белые, и можно только представлять, насколько все ярко это выглядело в действительности. А еще ведь в начале 20 века цилиндр уже исключительно вечерний предмет гардероба. И когда Маяковский даже днем разгуливает в цилиндре, одно уже только наличие именно этого головного убора должно было публику эпатировать. Потому что цилиндр носился только вечером в сочетании с фраком, с вечерним пальто, с белоснежной рубашкой. А тут на молодом человеке надето неизвестно что, и еще дополнен цилиндр сверху. И даже если он новенький, блестящий, это все равно, конечно, публику должно было очень удивлять. А еще ведь иногда на публике футуристы появлялись не просто в необычных костюмах, а и с раскрашенными лицами. И вот представьте себе центр Москвы, район Кузнецкого моста, а ведь в ту пору там располагались одни из самых модных магазинов, и Маяковский с друзьями идут по улице, и лица у них при этом раскрашены. В частности, выходит манифест футуристов, в котором эти художники и поэты будут говорить, почему мы раскрашиваемся, удаляясь от старого мира и приближаясь к новому. А супруга одного из приятелей, Маяковского художника, Михаила Ларионова, прекрасная Наталья Гончарова, тоже раскрашивалась, и порой фотографировалась с лицом выкрашенным в ярко-синий цвет. И вот представьте себе, насколько это необычно смотрелось, насколько это эпатировало публику, и даже хотелось иногда вызвать полицию, но тем не менее люди и не из богемы начали брать пример, и во всяком случае на маскарадах женщины той эпохи появлялись с росписью все того же Михаила Ларионова, который мог раскрасить и лицо, и обнаженные руки, обнаженные вечерним платьем, и даже женское декольте. Маяковский, в общем-то, сознавал, что он одевается так для того, чтобы проэпатировать публику, и когда он в первый раз встречается с Сергеем Есениным, который пытается изображать из себя действительно настоящего крестьянского паренька, Маяковский спрашивает его, скажите это у вас для рекламы, а тот отнекивается, говорит, нет-нет-нет, вот так, как у нас в деревне привыкли, но Маяковский, человек уже более к тому времени опытный, говорит ему, что я уверен, пройдет время, и вы это все отбросите. На самом деле, в той просвойке, в которой вырос Сергей Есенин, не одевались так уж, как он это изображал в Москве, но образ деревенского паренька в сапогах, с высоким каблуком, с круто загнутым носком, в рубашке, вот эти вот золотые кудри, подпояска, все это работало на образ такого херувима, действительно, настоящего парня из деревни. Ничего. Пройдет время, и действительно, как и предсказывал тот же Владимир Маяковский от этого образа русского крестьянина, Сергей Есенин, отказывается и будет одеваться тоже чрезвычайно изысканно, следя и за чистотой своих рубашек, и за красотой своих кашне, а уже позднее, в те времена, когда он будет мужем, Асидора Дункан, то будет появляться на публике даже в одной из роскошных меховых шуб своей супруги. Да, это было еще то время, когда мужчины носили шубы, точно так же, как и женщины. И своему внешнему виду он будет уделять немало внимания и даже слегка припудриваться и пользоваться духами. Но в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и, в общем-то, это можно сказать о поэтах Серебряного века. О воспоминаниях Маргариты Алигер есть такой эпизод. Она упрекает свою дочь за то, что та слишком долго прихорашивается перед зеркалом. И вот этот диалог слышит Анна Ахматова и говорит с неким вызовом «А я всю жизнь делала собой все, что было модно». Ахматова могла быть на самом деле очень разной. Сохранилась мощь воспоминаний ее современников. Она могла быть изысканной, рафинированной и, наоборот, небрежной. Она могла быть очень нарядной и совершенно ненарядной. Соседка Гумилевых по поместью Вера Неведомская. Она писала об Ахматове в 1911 году. Ходит то в сетцевом платье вроде сарафана, то в экстравагантных парижских туалетах. Тогда носили узкие юбки с разрезом. Ахматова тоже вспоминала про тот же 2011 год, что она приехала с Лепнева прямо из Парижа и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежицке, которую веками знала всех в Слепневе. Она отказалась признать меня барыней и сказала кому-то, что к Слепневским, мол, господам какая-то хранцуженка приехала, потому что действительно в своих экстравагантных французских туалетах Ахматова должна была производить большое впечатление. На самом деле нельзя сказать, что в разные периоды жизни Ахматова одевалась по-разному. Наоборот, в какой-то один свой период она могла надевать совершенно разные наряды. Дева, судя по всему, было в настроении. И в одно и то же время Ахматова могла появиться и в виде совершенно за трапезным и приехать нарядное в каком-нибудь черном шелковом платье, в ослепительных шелковых чулках. И в темных платьях она появлялась часто. Можно сказать, что эти темные платья даже станут частью образа. Однако в гардеробе Ахматовой на самом деле были и другие цвета. В частности, она любила синий цвет и желтый. И когда Ахматова расставалась с Гумилевым, то как сама она вспоминала впоследствии, что из дома первого мужа из царского села пришла я сюда, то есть фонтанный дом, имея только два платья. Голубое платье и желтое. А в 1912 году она гуляла по деревенским дорогам, как вспоминала одна местная жительница, одетая в желтое платье с блесками или в синюю кофту и в юбку. Платье, изображенное на знаменитом портрете Ахматовой кисти Альтмана, замечу, не некий воображаемый наряд. Оно совершенно реальное. В марте 2014 года был опубликован сборник «Четкие», и Ахматова тогда писала, что в дни выхода «Четок» нас пригласила к себе издательница, издательница северных записок эсерка Чайкина, а я была в том синем платье, которое изобразил Альтман на том самом портрете. Платье, замечу, красиво уже новой красотой, новой элегантностью. Ахматова в какой-то мере тогда, в десятых годах, она переезжает время. Снова вспоминаются строки, что по набережной легендарной приближался некалендарный XX век. Модные платья той эпохи все еще были сложные, если видишь о вечерних нарядах, то они были и с бисером, и с кружевами, многосвойные, жесткими корсетами и так далее. А вот платье Ахматовой, если вглядеться, оно относительно простое, без всякой сложной отделки. Оно вечернее, о чем нам говорит большой вырез, который приоткрывает ее плечи и грудь, но фактически кроме вставок из белой ткани в районе декольте его не украшает больше ничего. Можно сравнить его с вечерними модами той эпохи, многосвойными, сложными, с использованием прозрачной ткани, шифона и тюля поверх шелка и вышивки и так далее, и убедиться в том, что самые лаконичные наряды той поры все равно были сложными. Но то мода светских львиц, а Анна Андреевна это все дело иное. И вот именно тогда уже начинает складываться тот самый образ Ахматовой, который позднее станет каноническим в платье и с шалью. Как раз в 12-13 годах она начинает носить шали. И, как вспоминали впоследствии ее современники, в частности, Лидия Корнеевна Чуковская, что шали шли любые. И в 13-м году блок посвятил Ахматовой мадригал. Красота страшна вам скажут. Вы накинете лениво шаль испанскую на плечи, красный розен в волосах. И уже много лет спустя, уже в 1946 году, Ахматова в полном собрании сочинений Брока она прочитала черновые наброски к этому стихотворению. И, в частности, там еще был такой вариант шаль желтую накинете лениво. То есть, изначально блок имел в виду желтую шаль. И позднее он переименовал ее в испанскую. И, возможно, речь шла именно о той самой шали, которую мы видим на портрете. Но сама Анна Ахматова вспоминала, что у меня никогда не было испанской шали, но в это время блок буквально бредил Кармен и он испанизировал меня. Так что, возможно, действительно, вот эта испанская шаль в стихотворении блока на самом деле в действительности и не существовала. Свой собственный облик в моде был у Зинаиды Гиппиус. Она могла одеваться и в соответствии с последними модными тенденциями, но могла привносить в свой образ нечто гораздо более дерзкое. В частности, она любила узкие платья, которые отлично подчеркивали ее высокую худощавую фигуру. И более того, она шла дальше и могла появляться в свете даже, в общем-то, в частично мужском костюме. Можно вспомнить знаменитый портрет работы Багста, где она изображена в белой блузе с пышным бантом, на ней черный бархатный жакет и короткие штаны, которые доходят до колен в сочетании с чулочками. Такие штаны назывались кюлотами, и они были частью аристократического мужского костюма в 17-м и 18-м веках. Ну, а в начале 19-го века, как раз в пушкинскую эпоху, от таких штанов отказываются. И, в общем, в ту пору, о которой идет речь, в начале 20-го века короткие штаны в сочетании с чулками не носил, пожалуй, никто. Но Зинаида Гиппиус, женщина чрезвычайно дерзкая и не боявшаяся публику эпатировать, именно такой вариант для себя и выбирает. А еще на портрете Бакста можно обратить внимание на ее достаточно короткие волосы. От природы волосы у нее были очень красивого оттенка, золотистые, они были длинные, и современники вспоминали, как она укладывала их в сложные прически, а затем в какой-то довольно сложный период своей жизни она их обрезает и ходит с такой немножко злохмаченной прической. Обычная женщина в ту пору не может даже и подумать о том, чтобы коротко постричься. Это, в общем-то, характерно только для женщин из богемы и то очень немногих. Буквально по пальцам можно пересчитать, кто стригся в начале XX века. Несколько французских актрис и французский модельер Поль Пуаре в какой-то момент своих моделей выпускает на модном показе тоже с короткими стрижками. А вот в России как раз в это время стрижется считается только Зинаида Гиппиус. Пройдет совсем немного времени и с нее будут брать пример и многие другие, но пока она едва ли не одна такая. Ну или во всяком случае самая известная из тех, кто предпочитал вот эту самую короткую стрижку, чрезвычайно необычную. Если же говорить о прическе Анны Ахматовой, то она как раз тоже обычно была вне моды в известной тоже строчке стихотворения про незавитую челку. Вот выбирая такой вариант стрижки с ровной челкой, которая окаймляла ее лицо и буквально помещала его в четкую рамку, вот Анна Андреевна с этой прической жила годы, годы и годы, и она стала такой же необходимой наверное деталью ее модного облика, как допустим темные платья и шали. Что касается Марины Цветаевой, еще одного блестящего поэта той поры, то она как-то сказала, странно, какой мы модный фасон я не выбрала, он всегда будет обращать внимание, как редкий и даже старинный. Бывали случаи, когда на нее смотрели публики, им казалось, что она одета в какое-то старинное необычное платье, а на самом деле это было действительно платье, сшитое совсем недавно, но сшитое настолько особенное, настолько соответствовавшее ее облику. Актриса Гринева впоследствии вспоминала эпизод, относящийся к 1913 году, мол, зеркало было занятое, и стройная молодая женщина развязывает, глядя в него, ленты своего капора. И я стою за ее спиной, и о, какое на ней платье, необыкновенное, восхитительное, оно шелковое, коричнево-золотое, широкое, пышное, до пола, а тоненькую талию крепко обтягивает старинный корсаж. И у слегка открытой шеи Камея, волшебная девушка из прошлого века. Актриса вспоминала, что сама она по себе показалась в этот момент чрезвычайно скромной по сравнению с этой женщиной. И подругу актрисы шепчет, что такое, наверное, в Москве носит только она. А эта самая девушка Цветаева говорит, что такие платья она видела в сундуках своих бабушек. Марина Цветаева однажды писала, сегодня готова мое золотистое платье из коктебельского и летней фанзы, купленной у Левой на хават. Платье для меня пленительное. Пышный лиф и рукава, гладкая юбка от талии. Платье по последней моде превратилось на мне в полудлинное платье подростка, хотя оно и до пола. Выходных платьев у меня сейчас пять. И дальше она их причисляет. Коричневая фаевая, старинная, как черная, фаевая и отвасная, синяя с красным, костюм вроде смокинга, темно-коричневый, шерстяной с желтым и с отвасным жилетом и черными отворотами. И упоминает наконец вот это золотое платье. Ну, добавляет она домашние туалеты, на мои на самом деле ужасные, они просто подвы. Это как раз ее записная книжка, которая относится к январю 1914 году. Или, например, завтра будет готово мое новое платье, страшно праздничное, ослепительно синий от вас со слепительно красными маленькими розами. Не ужасайтесь, оно совсем старинное и волшебное. Господи, к чему эти унылые английские кофточки, когда так мало жить? Я сейчас под очарованием костюмов. Прекрасно одеваться вообще, особенно где-нибудь на Небитаевом острове, только для себя. Вот это как раз Марина Цветаева писала в одном из писем Феодосии в декабре 2013 года. Действительно, складывается впечатление, что какой бы наряд Марина Цветаева ни надевала, она казалась в нем действительно женщиной из другого века. Повседневная мода в 1912-13-14 годах и далее в эпоху Великой войны начинает становиться гораздо скромнее и проще, чем раньше. В повседневной жизни женщины носят белые блузки или блузки какого-нибудь другого цвета в сочетании с юбками, в сочетании с жакетами. Вечерняя мода, но только если у вас есть средства и возможности в это тяжелое время. А у Марины Цветаевой что-то коричневое, золотое, ярко-синее красным, что-то совершенно волшебное. Позднее о Марине Цветаевой будут писать, что одевалась она временами даже совсем за трапезной или по-нищенски, но дочь ее против этого чрезвычайно возражала. И она говорила, что поскольку Марина порой из-за тяжелых материальных обстоятельств не имела возможности следовать за модой, она создавала моду свою собственную, ту самую, которая по сути подходила только ей. Если мы говорим о моде Серебряного века, то нужно учитывать один очень важный факт. Тогда, в начале 20 века, в каждой из просвоек общества существовала своя собственная мода. Да, были модные журналы, в которых говорилось, что одеваться нужно и так-то, но в зависимости от того, в каких кругах вы общались, свой костюм вы могли немножко подгонять по правилам этого круга. Ну а если мы говорим о моде артистической, то каждый поэт, каждая поэтесса, каждый художник, каждый писатель в отношении своего костюма тоже мог быть совершенно творческим человеком и носить не то, что принято, а то, что считал нужным. Редактор субтитров А.Семкин